К нам подключается экономист, управляющий партнер фонда стратегического управления Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Дмитрий, скажите, так ли катастрофично вот эта вот рекордная закредитованность россиян? Потому что вроде как в Штатах все живут в кредит и ничего. Ну, ключевым вопросом является не сколько вы должны, а насколько вы в состоянии обслуживать те или иные долги. То, что вы перевели цифры, это не выданные кредиты в прошлом году. Это суммарная задолженность россиян накопленным итогом 27, соответственно, триллион. Много ли это или мало, но на сегодняшний день ключевым вопросом является просроченная задолженность. Просроченная задолженность колеблется в объеме 10-13 миллиардов общей сложности. Но это не фатальная такая история. А уж то, что там миллиардеры, ну это как-то из другой оперы, потому что в огороде Бузина в Киеве дядь. Потому что миллиардеры, которые проживают в Москве, это люди, которые имеют отношение к сырьевому отраслю и, в общем, напрямую никак не пересекаются с задолженностью. Почему россияне не могут выплачивать кредиты? Почему выросла эта задолженность? Чем это связано с падением уровня жизни, с повышением цен? Я не сказал, что они не могут. Я повторюсь еще раз. Задолженность может расти и она может показывать ровно диаметрально противоположное. Что у них все хорошо, они набирают кредиты для того, чтобы что-то приобрести. Задолженность растет достаточно мелкими, медленными темпами, потому что два года назад мы обсуждали, что задолженность находится в диапазоне 24 триллиона рублей. И, соответственно, прирост за ковидный и, соответственно, год конфликта, соответственно, ну это достаточно обычная такая динамика. Ключевой вопрос это рост или отсутствие третичной задолженности. То есть люди банкротятся. Банкротство не увеличивают. Просто, знаете, Дмитрий, в таком широком понимании такого явления, как микрозаймы, впечатление же какое о них, что микрозайм человек берет тогда, когда его бытовые расходы превышают доходы. И вот в данном случае это все же история о том, что живут так хорошо, что и так уверены в завтрашнем дне, и в том, что будет зарплата, и курс рубля, и доллара, и евро, и так далее, что берут кредиты или все же в чем-то другом? Так, в огороде опять-таки Бузина, в Киеве, в Дядька. 27 миллиардов, то есть вот эти 27 триллионов не имеют никакого отношения к микрозаймам. Объем микрозаймов, то есть вы свалили все в кучу. Большая часть закредитованности это длинные кредиты, связанные с ипотекой, с автомобилями и с какими-то длинными средствами. Значит, микрозаймы на этом рынке составляют от 7 до 12%. Обычно это деньги не когда хорошо, а когда люди перекручиваются от зарплаты до зарплаты. Здесь надо разделять эти два вида кредитов. Если первые кредиты считаются, абсолютно было верно, вами замечено, как в Соединенных Штатах, где за должность колоссальные люди живут в кредиты, это норма. А, соответственно, микрозаймы показывают о том, что не хватает денег на что-то конкретное здесь и сейчас. Поэтому здесь надо разделять это, подчеркиваю. Мы пытаемся, собственно, разобраться в этом, да. Поэтому вас пригласили. Ну, поэтому я и вам... Потому что вы цифры все в кучу потом говорите, а вот берут микрозаймы. Берут. Их и брали всегда. За объем их не очень большой. Поэтому, в общем, банкротств частных нет и корпоративных банкротств нет. Эти данные всплывают. Скажите, а есть у вас информация о том, вот какой процент в этой сумме, ну, хотя бы предположительно, это конкретно ипотечные кредиты? Ну, ипотеки всегда составляют... Ну, ипотечники — это самые надежные заемщики. Обычно их процент в целом по стране, брать этот могут кредит не по стране, имею в виду от 3 до 7 процентов, а до 80 процентов в этой задолженности — это ипотечники. А почему они самые надежные? А потому что у них есть залог. Потому что это идеальная ситуация для любого банка в любой стране мира. Две вещи — это наличие у вас автомобиля и наличие у вас ипотеки. Вы настолько прекрасны и удивительны, потому что в любой стране мира, какой бы банк это ни был, российский, украинский, американский или же с ним, он сначала снимает с вас проценты, а только потом снимает тело кредита. И плюс у вас есть имущество, которое реализуется по спросовой цене. — Как вы можете охарактеризовать доходы, финансовое состояние россиян за последний год, за год полномасштабной войны России против Украины, насколько оно изменилось или не изменилось в контексте кредитов? Могут ли они так легко их отдавать, как легко и берут? — Нет, они не могут отдавать их легко и непринужденно, но ключевым вопросом является уверенность в завтрашнем дне, как говорили при советской власти. И ключевой вопрос на сегодняшний день — это падение платежеспособного спроса, которое связано с той самой неуверенностью, потому что заработные платы, конечно, не просели там фундаментально. По-прежнему, если посмотреть на сайты Headhunter и же с ним, в Москве есть зарплаты и 700, и миллион рублей на топовые должности, а, соответственно, курьеры получают приблизительно от тысячи до полутора тысяч долларов, если он работает, как говорится, как не в себя, но это-то такие зарплаты есть, и тут это скидывать со счетов нельзя. Поэтому положение россиян не улучшилось, но если ухудшилось, то, в общем, это не сильно значимая величина, потому что ключевым является товарная инфляция. Товарная инфляция, которая составляет от 30 до 40%, в общем, приводит к тому, что люди переходят в тот режим, которым они были еще при советской власти, когда они отжили отдельно от государства и жили огородом и дополнительными какими-то доходами. Кремлевские пропагандисты сейчас часто кричат о том, как Россия отказывается от доллара, вот перед тем, как выйти с вами на прямую связь, мы говорили о том, что Дмитрий Киселев посвятил этому целый материал в своем пропагандистском еженедельнике. При этом говорят о том, что юань может стать новой резервной валютой, при этом и наличный доллар купить в обменниках российских очень тяжело, и юань. Если с долларом, понятно, ну вроде как отказываются, то почему юань тогда тяжело купить наличный? Ну, в разделе. Значит, отказ небольшой державы, даже если мы весь постсоветское пространство, откажется от взаиморасчетов в долларах, то доллару ни тепло, ни холодно. Если кто не знает, эту картинку я приводил неоднократно в своих пабликах, что доллар находится на первом месте, и отрыв от него евро — это три раза. Юань, напомню, если кто этого не знает, в золотовалютных запасах не занимает места даже в пятерке. Он находится на шестом месте, существенно проигрывает даже фунту стерлингов. Это так просто для ремарки. Ни одна сторона мира не хранит деньги в юанях. Причина весьма прозаичная. Юань — это мягкая валюта, так называемая, которую ослабляет КПК в тот момент, когда им нужно изменить торговый баланс. Это первая часть марлезонского баланса. Это вторая часть. Юань покупать физически на сегодняшний день особого смысла нет, потому что, опять-таки, эта валюта мягкая, потому что в ней потери будут не меньше, чем в долларе. Касаемо доллара, это не вопрос того, что от него отказывается, а попросту говоря, банки не ведут операции, не открывают счета. Соответственно, эта бумага, то бишь доллар становится редким, и если евро легче приобретается, то доллары приобрести ему возможно. Как говорится, рынок никто не закрыл. Но просто надо заказывать деньги обычно за 3-7 дней. Ситуация неприятная, но доллары, если приобрести нужно, то, в общем, фундаментальных проблем нет. А юань приобретается, но это самая последняя большая группа, которую можно сделать. Как дальше, по-вашему, будет развиваться ситуация экономическая в России и с долларом, и вообще с доходами россиян? Ключевой вопрос — это не доходы россиян, это вот американский эксперт, к сожалению, он был подрезан сильно. Там была одна фраза разумная, это про то, что важно, как будет сбалансирован бюджет. Ключевой, конечно, ошибка — то, что он искренне считает, что это только исключительно девальвация рубля. Нет, это не так. Сейчас диапазон, который для баланса нужен, это диапазон 82-87, но этот диапазон летний, скажем так. Сейчас совершенно спокойно власти могут ослабить доллар до 77-79, потому что вот этот скачок с выплатой по шеллу, он закончился, и, в общем, до лета можно дотягивать. Баланс бюджета будет сводиться тяжело, но до конца года их задача — свести его в диапазоне 6,5-8 триллионов. Это сводится, и если в этом диапазоне они останутся, закрывается фондом национального благосостояния, небольшой девальвацией, вот как раз в диапазон 82-87, плюс допечаткой, ну, там где-то полтора триллиона рублей. Можно чуть-чуть побанкротить ряд предприятий. Плюс ко всему одним из важнейших источников доходов на ближайшие 7-8 лет будет в том числе очередь из пытающихся выйти с российской территории, двух тысяч компаний, с учетом того, что их очередь на 8 лет. В общем, каждый из них для того, чтобы не потерять много, будет скидываться в российский бюджет. Плюс деньги, оседающие в тех печатях, через которые сейчас вывозится нефть и газ, и пока в бюджет не попадающий. Собственно говоря, те чудесные там полтора триллиона, которые нашлись у господина Силуанова, они возникли понятно откуда. Они изводили. Ключевый год, потому что этот год, если без особой глупости, закрывается без особых проблем. В следующий год будет сложнее. Дмитрий, спасибо вам большое. С экономистом, управляющим партнером фонда стратегического управления Дмитрием Потапенко обсудили экономическую ситуацию в Российской Федерации.